итак 51 статья очень модная нынче никто не знает что это мы вели наносить утром вечером во всех стилях с каблуками без объясните мне на профессиональную не нравится ее применение мне не нравится но надо понимать что 51 статья стоп кран поезда который летит на всех парах вот в подъезде вашего дома обнаружен труп 10-летней девочки изнасилованы с 73 колотрезанными ножевыми ранениями вы ее убили изнасиловали что у меня отведите я отказываюсь давать показания против себя именно так звучит 51 отказ давать показания против себя вся первая статья это для любого прокурора для любого судьи это латентное признание человека в том что он совершил но просто не хочет давать показания против себя гораздо более эффективно не отказываться от дачи показаний заявить о том что вы желаете давать показания но только в присутствии защитника иванова ивана ивановича это не отказ от дачи показания и это не освободит следствие или там не знаю инспектор по административной практике от обязанности получить ваши показания по 51 статья освободит мне как-то сейчас даже обидно стало за 51 статью и так нам всячески хвалили рекомендовали продвигали такой здоровый продукт получается что а вы не излагаете сейчас такую отчасти прокурорскую следовательскую точку зрения из вашей прошлой работы что как бы эта статья скомпрометирована тем а кто вас будет привлекать к ответственности те люди которые вам совету 51 или прокурор следователи вот те которые не прокурор и следователи ну и что вам чья оценка вам цене в эту ситуацию то есть у меня уже предлагаете прямо стать на точку зрения прокуроров и следовать в данном случае вам нужно оценивать то кто против вас насколько он технически оснащен и как он среагирует на ваши какие-то определенные действия в этом поединке если он понимает что вы заявите статью 51 он дальше с вами работать прекращает дело направляет дальше и звонок везде прошел что у него 51 он отказался давать показания против себя он не попросил дать ему возможность дать показания с адвокатом он не сказал что он просто отказывается от дачи показаний поскольку здесь преследование его заведомо необоснованное человек просто имеет право отказаться от дачи показать зачем тебе 51 вот зачем тебе 51 ты сидишь напротив следователя ты подозреваемый зачем тебе 51 момента когда тебя задержали с момента когда в отношении тебя возбудили уголовное дело или административное дело об административном правонарушении, ты имеешь право давать показания. Имеешь право. Это свидетели потерпевшие обязаны давать показания. Имеешь право не давать показания. Имеешь право давать, значит, имеешь право не давать. Подозреваемый, либо лицо в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, имеет права давать показания, а свидетели потерпевшие обязаны давать показания, вот разницу ловите? Поэтому зачем тебе 51, если ты не свидетель, не потерпевший, если у тебя провели обыск, если тебя доставили в ОВД, если в отношении тебя провели какие-то принудительные меры. Ты с этого момента уже фактически подозреваемый, с этого момента ты можешь просто отказаться от дачи показаний, ну а зачем отказываться от дачи показаний? Что вы хотите сказать, что для человека, который пользуется 51 статьей, на самом деле нет никаких преимуществ в использовании? Преимуществ по сравнению с фразой, что я желаю дать показания с адвокатом? Нет, конечно нет, один негатив. Человек отказался дать показания против себя. Какие преимущества-то? Какие? Есть правила русского языка, но давайте семантически истолкуем фразу. Давайте, давайте. Я отказываюсь давать показания против себя. До этого мне задать какой-то вопрос. Леша, ты угнал машину у Миланы? Я отказываюсь давать показания против себя. Другая фраза. Нет, я не угонял, но вот показания я буду давать к присутствию адвоката. Я желаю дать показания. Что вы воспримите лучше? Прокурор, вы не прокурор. Подождите, мы уже только что говорили, что нет лучше клиента для обработки, чем тот, который желает дать показания. Без защитника, без защитника. Самый лучший допрашиваемый, это тот, который сам хочет все рассказать без адвоката. Это великолепный просто. Теплый хлеб. То есть 51-е это что? Откуда? Стоп-кран. 51-е это стоп-кран. Это адвокаты, чтобы я их прекрасно понимаю. Я сам вот упоротым так и говорю. Слушай, я замучился тебе объяснять. Бери 51-е и затыкайся. Потому что, ну, не могут люди, если понять, что есть у поезда тормоза, что надо тихонечко пройти в будку машиниста, нажать кнопочки и поезд тихонечко остановится. Но человек не может пройти 20 метров, открыть дверь, нажать кнопочки. Это слишком сложно ему. Ты вот видишь там рычажок, дерни его и заткнись. Вот так. Вы прямо даже меня сейчас расстроили, потому что мне казалось, что на всякий случай всегда есть какая-то прекрасная. А потому что никто ничего не читает. Потому что никто не читает 51-е статью. Я говорю, 51-е. Прочтите ее. Я ее читала. Не могу сказать, что глубоко отпечаталось и запечатлелось в моем мозгу ее содержание. Ну, просто что-то можно конституционно молчать. Я когда сам допрашивал, люди отказывались на 51-е, всегда задавал второй вопрос. Понятен ли вам смысл статьи 51-е Конституции Российской Федерации, которая предусматривает ваше право не давать показания против себя и своих близких родственников? Люди после этого начинали задумываться. Да, хорошо, спасибо. Это эмоциональная краса, ничего болевого. Но это, по сути, для прокурора, для судьи это латентное признание. Это кто, на 51-е, классно давай. Ну, я не знаю. С другой стороны, с учетом того, что поезд, как мы видим, все время несется в одну и ту же точку назначения, а именно барак, в котором мы с вами потом перечитываем наши протоколы. Ну и что вы будете с 51-й перечитывать? То почему не дернуть стоп-кран? Хорошо, хорошо. Дернули вы стоп-кран, а потом у вас возникает вопрос в апелляции, в касации, в ЕСПЧ, в конце концов. А что вы заявляли? Какая была у вас позиция первоначально при задержании? Я отказался ставить показания против себя. Вы заявили какие-то свои доводы? Вы рассказали о своем видении происшедшего? Вы рассказали, как было на самом деле? Нет. Вы просто отказались ставить показания. Слушайте, это какая-то такая очень требуется большая работа мозга, какая-то прогностическая. Послушайте, я очень короткий тогда приведу образ. Какой-то понятный. Вот ринг боксерский, да? Да, это понятный. Вот боксерский ринг. У вас на той стороне следователь оперы, неважно, государство. Государство на той стороне. То есть мой соперник. Да, ваш соперник. И вы выходите. У вас есть выбор вступить в бой и победить, либо убежать. Вы убегаете. Вот это 51-е. Я не могу убежать по правилам бокса. Меня дисквалифицируют. Да? И по саду. То есть ты убежал, по правилам ты можешь убежать. Просто твое убегание, выброс полотенца – это проигрыш боя. Кто тебе запрещает выпрыгнуть с ринга? Мы так говорим, как если бы бой этот можно было выиграть. Конечно, можно. А сколько вы знаете, извините, успешных апелляций? Много. Масса примеров, когда добиваемся признания жалоб обоснованными. А как вы жалобу признаете обоснованную, если вы никаких доводов не заявляли, ходатайцев не заявляли, вообще сидели на 51-й? Что вы заявите из ПЧ? Это можно в начале, вот в самом начале, когда тебя притащили, бросили за стенки, сказать, я отказываюсь от дачи показаний. Ну, 51-й, ну ладно. Экстренная мера, стоп-кран, не более того. Потом можно изменить тактику? Ну, ходатайство писать о том, что вы собираетесь дать показания. Вот не хотел давать показания против себя, а сейчас выяснилось, что оказывается и не надо против себя давать, и вообще нет показаний против себя. Я вообще этого не совершал. А такое ходатайство удовлетворяют или не обязательно? Ну, конечно, ты же имеешь право на дачу показаний. Ну, осадочка-то остается, а что ты молчал тогда? Если ты такой весь белый пушист, что что ты молчал? Что ты не рассказывал? Как я рада, что вы больше не работаете следователем, и что мы с вами не живем в одном городе. Да, вам повезло. 51-ю разглачили модную тему, но вот есть такая модная, опять же, тема в плохом, правда, смысле. Ночью, вечером, необязательно днем, там, когда-то ехал, честно себе, человек, вызвавший Яндекс.Такси, останавливают сотрудники вроде как ГИБДД, ну, в общем, кто-то с палочкой машет, быстро что-то показывают, быстро, невнятно что-то говорят, просят пассажиров выйти и требуют досмотра буквально личного. Говорят, а это у нас понятые, стоят тоже там на дороге какие-то чебурашки. И люди как-то нервно очень спрашивают, а что делать? Шаку известно, что у нас подбрасывают. Кому-то повезло, пистолет нашел. Езжайте, молодой человек, езжайте. Как вы можете доверять понятым, у которых нет паспортов? Может, это беглые преступники? Окей, вернемся к подворотням. Пусть вас просто бьют. А мне для этого надо выходить из машины или можно сидеть за окошком? Шансов у вас нет никаких. Ой-ой, это трудно уже. Субтитры создавал DimaTorzok